Здравствуйте! Вы смотрите программу «Лавзона» на новостном портале «Лав.МД». Сегодня у нас в гостях примар села Бешалма Валерий Иванович Мошин. Валерий Иванович, здравствуйте! Здравствуйте! Валерий Иванович, первый раз Вы выдвигались в примаре в июне 2011 года. В этом году, в 2024, уже 13 лет Вы возглавляете этот населенный пункт. Скажите, пожалуйста, вот за 13 лет Вашего правления облик села изменился. Удалось ли решить хоть часть проблем этого населенного пункта? Пожалуйста. Ну, в первую очередь, Елена, спасибо за то, что пригласили. Очень приятно приходить, потому что есть что обсуждать, есть о чем говорить. Поэтому мы всегда открыты, все примары, для того, чтобы обсуждать все вместе наши все вопросы. Да, было это давно-давно. Это было в 2011 году. Это было у нас в июне, 5 июня. То есть я это помню, первый раз тогда выдвигался. Ну, тогда мы были молодые, нам было 26 лет тогда. Начинали тогда, до этого я в примарии просто работал. И, естественно, чуть-чуть-то работа была уже для меня знакомой к самому примарии, так как до этого больше 4 лет работал там. Ну, безусловно, были амбициозные планы, были амбициозные задачи, которые мы поставили. И на протяжении вот этих 13 лет мы их решаем. Сказать, что мы их всех решили, безусловно, это нет. Это, безусловно, даже мы всегда, когда встречаемся, мы говорим, что наша задача из всех, грубо говоря, мы поставили задач, если мы выполняем 60-70%, то это уже большой успех, успех для нашей команды. Изменился ли наш облик? Ну, и это, наверное, с моей стороны будет некорректно. Это говорит, что-то сделано, не сделано. Это надо будет больше, если мы будем опираться на наши выборы, местные выборы. У нас были конкуренты, ну, люди выходили, сделали свой выбор. Вот, четвертый раз был избран, поэтому всегда это было с первого тура. То есть оценку дают нам люди. Если люди доверили еще на 4 года, значит, мы сделали, я думаю, что хорошую работу на протяжении 4-х лет. Ну, я хочу сразу отметить, что работу не делает один примарь. Какой бы он хороший ни был, примарь один это не делает. Это командная работа. Когда есть командная работа, связанная, связка внутри села, то действительно эта работа идет вперед. Это должны примарь, это должен депутат, и это должны советники. Слава Богу, за вот эти 4 СУЗа, которые работают, у нас всегда было понимание между вот этим детям и власти. И благодаря общим усилиям, благодаря поддержке нашим жителям, мы реализовали много проектов в нашем населевом пункте. Ну, я так поняла, вы не хотите хвастаться, но все же, я бы хотела услышать, что было реализовано в вашем селе? Ну, вы знаете, вот если анализировать, когда 12 лет проработал, и вот сейчас, идя на этот срок, я могу, наверное, назвать 3 таких самых важных проекта, так, и ответственный проект, которые, на мой взгляд, были самыми сложными, и в том числе, самые необходимые для населенного пункта. Это первый у нас проект, большой проект, это детский садик. Мы построили практически с ноля новый детский садик, тепловый детский садик. Здание было, но кроме стен, мы там ничего не оставили, потому что это здание было больше 20 лет пустовало, мы поменяли полностью все там, у нас до этого функционировалось два детских садика, эти были приспособлены помещения, и мы смогли построить, можно сказать, новый детский садик, где сегодня наши все детки занимаются в прекраснейших условиях. Я думаю, что кто не посетил наш садик, он увидел, там действительно условия очень прекрасные, хорошие садики. Благодаря вот этой реализации этого проекта уже мы в 2018 году открыли этот детский садик. Мы уже на протяжении 4 лет детский садик не закрываем круглый год без того, чтобы идти на отпуск. То есть люди работают. Это первый проект. Второй проект, это был проект по бювету. Когда еще мы начинали работать, еще 11-12 лет, людям всегда интересовало вода, качество воды. К сожалению, качество воды в нашем населенном пункте оставляет желать лучшего. И всегда, на каких бы встречах ни были, у нас всегда поднимался вопрос о необходимости предоставить качественную питьевую воду для жителей. И, слава Богу, в 2022 году при финансовой поддержке мы выиграли проект через GIZ. И нам было профинансировано строительство бювета. Я вам скажу, бювет пользуется очень большим спросом внутри наших жителей. Очень большой спрос жителей Кирсова, жителей Кангаза, которые приезжают и берут качественную питьевую воду. Бесплатную питьевую воду. И еще один, наверное, такой проект, который сейчас быстро вспоминается. Этот проект, это капитальный ремонт дороги. У нас, мы знаем, что наш населенный пункт находится в стороне от основной трассы Н-3. И была задача о том, чтобы вот эту дорогу до села и до наших гаражей подрасти капитальный ремонт в твердом покрытии. Что и было сделано за два года, за 19-е, 20-е годы было сделано. Вот есть ли это самые такие крупные проекты. И первое, что я сейчас вспомню, важный проект, который у нас был реализован. В прошлом году, когда вы участвовали в предвыборной кампании, выдвигались как кандидат в примары этого населенного пункта. Буквально два пункта, которые были в вашей предвыборной кампании. Это утепление здания гимназии села и капитальный ремонт здания больницы. Началась ли реализация этих пунктов? Если нет, когда начнется? По гимназии. Мы по гимназии тоже планируем работать, как и по детскому садику. У нас, как я чуть-чуть отметил, то у нас детский садик полностью сделан. В том числе и утепление, в том числе и крыша. То есть сразу почувствовался эффект вот этих работ. То есть экономия сразу ощутима. Поэтому наша задача сейчас такой же проект реализовать в нашем школе-гимназии. Для того, чтобы полностью утеплить здание школы и построить новую котельную. Потому что котельная была построена еще в 10-й год. Эта котельная уже старая, естественно, есть новые технологии, новые котлы. И наша ближайшая задача это все сделать. У нас на сегодняшний день проект на смертная гигантинка готова по утеплению. То есть я думаю, что в ближайшее время мы, как только сможем подобрать необходимый фонд, который именно принимает такие заявки, мы обязательно туда это напишем. По больнице, по больнице, да, действительно, здание больницы находится на балансе при Марии. Мы его передали безвозмездное пользование Центру здоровья Камрад. На сегодняшний день проект на смертная документация полностью готова, начиная от фундамента усиления стен и крыши. Есть решение исполнительного комитета, где есть решение о выделении на 2 миллиона 300 тысяч на фундамент и усиление стен. Ждем необходимое заседание народного собрания. И мы надеемся, что депутаты народного собрания поддержат наш усиленный пункт и будут выделены эти финансовые средства. То есть в этом направлении есть продвижение и работаем. То есть за 4 года есть вероятность, что решится? Мы не планируем, что даже 4 года, потому что здание болицы, это первое отчетное, и которое мы обещали в течение двух лет постараться решать этот вопрос. Вы как глава населенного пункта, не наверняка, но 100% каждую неделю встречаетесь, может быть, даже каждый день встречаетесь с жителем. С какими проблемами чаще всего не обращаются? Проблем, конечно, у людей очень много. У нас нет конкретных приемов на какой-то день. У нас каждый день 8 утра, с 8 до, обычно до 9, до полдесята основные люди приходят. В день у нас посещают люди от 10 до 20 человек. Именно, естественно, у всех разные вопросы, у всех разные проблемы. Люди, наш принцип всегда был такой, что люди не проходят просто так, от ничего делать. Если они пришли, значит, у них есть действительно что-то проблемы. Основное, если у нас разделять категории, это у нас, основное, это пенсионеры наши, это наши инвалиды, которым поставили, есть необходимость тех или иных оказаний помощи, в том числе материальной помощи, в том числе оформления каких-то документов. То есть в этом плане стараемся оперативно это все сделать. Что касается пенсионеров, то, что касается обслуживания их на дому. Следующая, это у нас категория, это люди, которые уже работают, которые у них тоже есть много вопросов, много проблем, которые приходят, как в том числе и личные вопросы, то есть и другие общественные наши вопросы, которые... То есть спектр вопросов очень расширенный. И, так сказать, хотя работают 13 лет, поверьте мне, каждый день что-то узнаешь новое. То есть нельзя сегодня сказать, что работают 13 лет, ты все это, все знаешь. Нет. Потому что у нас и меняется, и законодательство, и все меняется. Вопросы в том числе меняются разными. И поэтому постоянно мы должны находиться в тонусе, постоянно находиться в движении, чтобы смогли людям помочь. Иногда не обязательно даже людям помочь финансово. То есть сегодня возможности, может, нету этого. Но сегодня, если подсказать, куда обратиться, или подготовить необходимые документы, это очень важно для людей. Поэтому в этом плане стараемся максимально быть рядом с людьми. Хорошо. Когда стартовала перепись у нас в Молдове, люди ваши заболновались, приходили, интересовали, задавали вам вопросы? Да, у нас 8 апреля, по-моему, 8 апреля стартовала эта программа. По нашему населенному пункту есть 4 переписчика. Это наши жители села, девушки, которые работают этим. Честно скажу, в начале, особенно первые дни, это было в Карула. Почему? Потому что я не совсем понимаю то, как некоторые люди вот эту перепись превращают в какие-то политические игры. Я ничего не вижу здесь предрассудительного о том, что проводится перепись населения. И надо людям объяснять, что необходимо, давать правдивую информацию, ничего. Очень много было слухов, очень много было неправильной информации представленным людям, что не надо это делать, не надо перепись. И первые 2 недели очень сложно было с людьми об этом говорить. Слава Богу, в последние буквально неделю, 10 дней, люди уже более открыто стали. Уже все понимают, мы пытаемся разъяснить, а что о том, что необходимо участвовать в переписи. Там ничего сложного не спрашивается, ничего секретного не спрашивается. То есть люди подходят и со слов самих жителей, пишут то, что есть. То есть никто не идет, и там, грубо говоря, есть вопросы, не измерять, сколько квадратов дома. То есть есть что-то, нету. То есть просто в начале людей очень много ввели в заблажнение. Но, слава Богу, сейчас чуть-чуть ситуация улучшилась, люди более открыты. У нас остается буквально еще чуть меньше месяца. Я надеюсь, что все наши переписчики справятся с работой, и будет представлена уже объективная информация по нашему населенному пункту. Спасибо. Хотелось бы услышать, в этом году, вы наверняка тоже участвуете в программе «Европейское село», какому объекту посвящен был этот год? Да. Мы по «Европейскому село» в этом году не написали проект. Не написали. Не написали, причем потому, что у нас проект сейчас стоит, как я чуть-чуть раньше ответил, по больнице. У нас стоит вопрос, дальнейшее это крыша. Но без проведения фундаментных работ и усиления стен у нас вопрос по крыше не может быть. То есть мы сперва должны решить вопрос с фундаментом и усилением стен. После этого у нас уже будет проект написан на крышу. То есть пока мы данный проект приостановили, не участвуем. То есть получается где-то в следующем году? Да, я думаю, я надеюсь, потому что по первому проекту «Сатур Европе» мы участвовали. Очень хороший проект мы реализовали. И я доволен. То есть реализация проекта пошла довольно-таки активно. И не было больших каких-то сложностей. Поэтому в дальнейшем обязательно будем участвовать тоже. Когда начиналась эта программа «Европейское село», наши многие жители, некоторые представители власти очень скептически относились к этому и говорили не участвовать. Потому что так как эти деньги европейские, лучше не принимать участия. На ваш взгляд, вот такого рода помощь, такие программы, это подспорье для наших населенных пунктов? Безусловно, даже об этом речи не может идти. О том, что действительно любые проекты, европейские, турецкие, российские, какие бы проекты ни были, необходимо максимально каждому примару привлекать в свой населенный пункт. То есть сегодня о том, что говорит о том, что это европейские деньги не участвуют в проектах, ну это глупо. Я говорю, поэтому любые проекты, которые возможно выиграть, необходимо писать. Мы участвуем во многих проектах, которые реализуются Европейским Союзом. Мы всегда готовы и всегда открыты к этому, для того, чтобы внедрить проект. Каждый примар старается максимально привлечь инвестиции в наш населенный пункт. Мы всегда говорили о том, что люди, пройдя 4 года, не спрашивают, кем ты был и с кем ты здоровался, с кем не здоровался. Люди спрашивают, что было сделано. То есть мы должны быть готовы через 4 года отчитаться от этой проделанной работы. Поэтому то, что вот эти есть мнения, я с ним не согласен. Как часто вы отчитываетесь перед жителями? Ну у нас сейчас была предвыборная программа, уже естественно каждую, мы провели около 20 встреч по населенному пункту и мы вот это проводим. Сейчас у нас в планах на 8, опять тоже провести уже в виде схода граждан, для того, чтобы отчитываться. Стараемся максимально больше отчитываться перед людьми, потому что был один небольшой период, когда мы не отчитались. И у людей, сейчас мы когда вот перед выборами отчитались, у людей видно, что накопилось много вопросов. Не всегда люди могут задавать вопросы, когда приходит кабинет. А когда люди собираются, они уже более раскопрошенные. И поверьте, это для примара очень хорошо в плане том, что мы можем проанализировать, какая ситуация в населенном пункте и сделать для себя какие-то выводы, где надо что-то больше сделать, где-то доработать. Поэтому для именно встреч это очень важная вещь и нужная вещь. Не могу не задать вопрос. Как у вас дела с молодежью? Вовлекается ли она в решение проблем села? Есть ли места для отдыха молодежи? Какие-то спортивные, может быть? Да. Да, пожалуйста. Ну, в первую очередь необходимо отметить, что, к сожалению, молодежи в селе за последние 10 лет, 15, стало меньше. Потому что люди многие уехали. Именно уехали люди, которые трудоспособны возрастом. Это начиная от 20 до 45 лет. Те, которые, в принципе, должны сегодня поднимать, ну, где они работают, это наше государство. К сожалению, многие уехали. Ну, слава богу, есть молодежь, которая здесь уже определилась, которая здесь нашла для себя место работы, где сегодня они здесь. И я очень доволен тем, что у нас молодежь, те, которые даже остались, у нас активна молодежь. У нас на сегодняшний день для молодых у нас есть несколько кружков, которые работают в населенном пункте. У нас есть при доме культуры, у нас есть танцевальный и вокальный культив. У нас два культива. У нас есть филиал дома творчества, где у нас занимается кружковая работа у нас по гипсу, по лепке. У нас есть, два года назад мы буквально сделали помещение, открылась у нас филиал спортивной школы, где сегодня занимается борьбой каждый день. То есть, для подрастающего нашего поколения есть сегодня где заниматься. Естественно, есть и школа, где сегодня секции, там проводится фауэрбол. То есть, сегодня, если ребенок заинтересован, он сможет для себя найти время свое проведение после школы, ездить и сегодня. Поэтому для подрастающего поколения есть это. Но, безусловно, у нас еще есть задача для того, чтобы открыть у нас полк футболу. Есть у нас для того, чтобы были секции по футболу. Это ближайшая задача, которая у нас стоит для того, чтобы... Если касаешься самой молодежи, то места отдыха, да, безусловно, у нас есть. У нас есть где сегодня выйти, отдохнуть молодежи. То есть, в этом плане у нас больших проблем нет. То есть, сегодня, если молодежь имеет желание, может пойти отдохнуть. Более того, если сегодня, я могу сказать, что у нас есть, если есть молодежь желание работать, то они смогут себе работу найти. То есть, ситуация сказать, что сегодня, как это можно было сказать лет 10 назад, что нет работы. Нет. Если человек захочет, у нас можно найти в Мишуны, в Камрате, можно найти работу и поработать, и зарабатывать для своей семьи. Хорошо. Вот вы чуть ранее сказали, когда перечисляли секции, вы сказали, что если молодежь захочет, она будет ходить на эти секции. А как, вот ввиду сегодняшних современных технологий, ввиду этих гаджетов, как ее отвлечь от всего этого и привлечь к... Да, это очень большая проблема, которая не только, наверное, в Бешуме, это и во всех населенных пунктах, в том числе и в Молдове. К сожалению, технологии идут вперед. И мы уже в шутку говорим о том, что у нас уже и наши молодожьи встречаться будут по телефону. К сожалению, огромному. Того общения, которое было, может быть, в наше время, уже нет. К сожалению, все сидят на телефонах, на гаджетах, на компьютерах и всю необходимую им досуг, они почему-то заполняются там. И здесь, конечно, больше всего зависит от родителей. От родителей. Каким образом они поставят работу с детьми своими для того, чтобы они были заинтересованы. Поэтому здесь уже больше обращений к родителям о том, что, вы знаете, гаджеты никуда не уйдут. Но сегодня пойти час-два развеяться на вокал, на борьбу, на что у кого какое, это можно. Но именно при формировании у самого ребенка очень важно отношение к родителям, самих родителей. Но можно и касаться о том, что у нас многие родители на заработках находятся и дети остаются с бабушкой и дедушкой. А для бабушки и дедушки что важно? Чтобы он был сыт. И не плакал. И не плакал. К сожалению, да, это реальность, с которой мы сегодня живем. И мы не должны об этом говорить, что такого нет. Но в этом плане необходимо работать родителям. Ну хорошо, мы определились уже, что для молодежи есть места для отдыха, есть куда их вовлекать. Взрослые поколения. По взрослому поколению буквально у нас была встреча неделю назад с людьми, которые, я как до этого отмечал, у нас было два здания детских садика. Вышла с инициативой одна общественная организация о том, чтобы мы им передали безвозмездное пользование здания бывшего детского садика, где они готовы сделать в виде базы отдыха, ну не базы отдыха, правильнее, а для время проведения для пожилых людей. То есть, где будут им кормиться, они будут кормить, и где смогут они встретиться, и об этом, говорит о своих, так сказать, делах. Поэтому я думаю, что на ближайшем заседании совета мы этот вопрос поднимем. Где будут вопросы, где будут заявления от общественной организации. Мы с премарией здесь не видят ничего такого плохого, поэтому мы поддержим данный проект, чтобы смогли максимально. Там пока идет речь о том, чтобы обхватить 10-12 пожилых людей. Потом, естественно, будет больше. То есть, в этом плане сейчас есть определенные продвижения, и будем работать безусловно. Хорошо. Это очень хорошо вам скажу. Вы говорили про сельский совет. Мне интересно, какие отношения у вас с ним, получается ли работа, когда заседание проходит, не ставят ли вам палки в колеса, и всегда все проходит мирно? Ну, нельзя говорить о том, что все проходит мирно, и всегда это неправильно. В любом совете есть, у нас присутствует 13 человек. Каждый есть свое мнение. То есть, каждый человек высказывает свое мнение по тем или иным вопросам, которые, ну, как он считает, естественно, для себя он правильно вот это. То есть, но я хочу сказать, что я до этого отнял. За 13 лет не было никакого... Слава Богу, я надеюсь на то, что и дальше не будет никаких скандалов внутри Совета. То есть, да, у нас есть вопросы, которые мы, можно сказать, обсуждаем, где у нас есть разные взгляды, но очень рад, что мы всегда приходим к какому-то общее мнению. Мы на Совете, еще на первых заседаниях мы всегда говорили, что партийные принадлежности мы оставляем. У нас есть одна партия, называется Силаби Шелма. Поэтому над этим мы и работаем. Поэтому, слава Богу, я сколько слышу по другим коллегам, что там для меня, конечно, это... Я не представляю для себя, и не хочу даже представлять, честно сказать. Слава Богу, как бы есть понимание внутри Совета. Но это от кого зависит? От самого примара? Или это все-таки разные характеры, разные взгляды? Нет, ну, понимаете, в каждой разной ситуации, конечно, бывает, как бы это надо, наверное, индивидуально, но нет, это зависит от всех. Это зависит от самих советников, это зависит от председателя Совета, это зависит от примара и депутата. То есть, это общая командная работа. Поэтому каждый высказывается 100% на свое мнение и выслушивает другие мнения, и принимаем какое-то общее решение по тем или иным вопросам. То есть, идет, есть понимание внутри данного органа у нас. Как у вас обстоит дела с несанкционированными мусоросвалами? Данная проблема у нас, когда мы начинали работать, очень была актуальна. Мы за вот эти 13 лет ее, можно сказать, решили на 70-75%. У нас остались буквально 3 несанкционированных мусоросвалки. Благодаря тому, что мы, по-моему, в 2013 или 2014 году запустили сбор мусора, а начиная с 2018 года мы его ввели как обязательную оплату. Вы знаете, мусора стало сказать, что меньше, это не то сказать, намного меньше. Люди у нас каждый день, у нас сейчас, мы перевели два дня в неделю, мы собираем этот мусор, количество мусора огромнейшее. Мы посчитали, у нас в неделю мы ввозим около 7-8 тонн мусора. Когда мы людям начали объяснять, что в неделю 7-8 тонн за месяц у нас собирается около 30-40-50 тонн за год, а этот весь мусор оставался в селе. Практически, может, 10%, которые ввозили сами до мусорки, это весь, где наши дети играются, все вот это. И слава богу, эффект дал бы очень много проблем. Естественно, люди отказывались, были разные ситуации, но слава богу, на сегодняшний день с этим проблем нет. А то люди по четвергам и пятницам выносят мусор, муниципальные предприятия есть, которые забирают и ввозят их на мусоросвалку. Я же говорю, осталось буквально 2-3 несанкционерных мусоросвалки, с которыми мы с теми районами, с теми людьми мы работаем, потому что мы же понимаем, и мы им тоже объясняем, что никто не приходит с того концерта села. Поэтому здесь, кто-то у вас здесь. Поэтому сами люди должны это понимать. Согласна полностью. За 13 лет правления вашего, сколько дорог уже удалось, я имею в виду, в селе отремонтировать? Ну, если понимать, просто надо немножко разбить, есть белый вариант был и есть асфальтный. До 2018 года мы все делали в белом варианте. Затем у нас была запущена программа европейский... Друмурбун-1, потом Друмурбун-2, Друмурбун-3 был. И вот как бы вот это. Когда эти проекты начались, у нас до этого асфальтировано было только... Такой ямочный асфальтирован был от заезда села до гаражей. Ну, был более-менее дорога такая. После вот этих запусков, вот этих проектов, мы все белый вариант практически полностью прекратили. Потому что мы понимаем, что белый вариант – это временная дорога, которая проработает 3-4 года максимум, или после 2-3 хороших дождей, тоже ее уже нет. Поэтому, начиная с 2018 года, мы уже процентов 70-75 начали делать асфальтное покрытие. На сегодняшний день нам удалось полностью улице Ленина, полностью от Красила докрасила. Никогда даже в советское время не было этого, чтобы асфальтные дороги были полностью асфальтированы центрально. Сегодня дорога находится в прекрасном состоянии, люди пользуются. Сейчас, в прошлом году, сделали с востока и с запада улицы 1 мая. То есть, у нас сейчас задача стоит за эти 4 года, и это у нас предвыборная программа, для того, чтобы все прилегающие улицы к улице Ленина полностью провести асфальтирование. На июль-аугст месяц мы планируем провести, вот то, что уже есть у нас решение о том, что провести улицу Лермонтова, это от церкви вниз, для того, чтобы участок огромный, где улица, часть Шевченко, Садовая, вот эти участки, чтобы люди смогли, не выезжая, езжать в центр, а если есть необходимость по этой дороге, выехать уже на наш перекресток. То есть, жители понимают важность этой дороги. Я же говорю, на июль месяц мы его планируем тоже сделать капитальный ремонт. Ну, и не могу не задать политического рода вопрос. В конце марта примары населенных пунктов автономии встречались с властью в Пешеневе. Вы были среди этих примаров? Нет. Не были? Почему не поехали? Ну, вы знаете, как бы по этой ситуации очень много было спекуляций, очень много было вопросов. То есть, каждый примар принимал для себя решение. То есть, тут, почему-то много было вопросов, что кому-то сказали ехать, кому-то не сказали ехать. Были вопросы, был один из вопросов, для меня касается, немножко некорректный, который звучал на самом приглашении. Каждый примар получил приглашение официально, то есть, это было правильно. Об обсуждении бюджета. Ну, что-то вот такое были. Плюс, ну, там вот такой вопрос. Вы знаете, мы, это мой взгляд, во-первых, и не безусловно я никого из наших коллег, которые ехали, кто остался, это их мнение, и они смогут сами ответить, почему они поехали, почему нет. Это мое мнение, которое для обсуждения этих вопросов необходимо было привлечь региональной власти. Сейчас объясню, почему. Мы не говорим о том, что, как сейчас много говорится, что сегодня Башкан, завтра, во-первых, есть должность Башкана. Я с уважением отношусь к самой должности Башкана. Я с уважением отношусь к самой должности президентуры, потому что сегодня народ сделал такой выбор. Мы, может, так голосовали сами, может, по-другому голосовали, но люди сегодня сделали выбор, поэтому мы должны уважать выбор народа. Какой бы он ни был, даже если я с этим не согласен. Поэтому для меня важно, чтобы на данном вопросе бюджета, потому что у нас есть наша Гагузия, поэтому очень было важно, чтобы все-таки представители исполнительного комитета тоже присутствовали на данном заседании. Для того, чтобы мы обсуждали нашу структуру самого бюджета, в том числе через преамбулу гагузского бюджета. То есть, получается, вы понимали, что региональные власти не будут на встрече? Да, я об этом знал, потому что мы до, когда пригласили, пригласили, я уточнил безусловно, какие будут вопросы, были перечень, и кто был приглашен. И я понял, что это нет исполнительного комитета представителя, хотя бы необходимо было, чтобы управление финансовым был, кто-то пришел вместе, это обсуждали. Мы понимаем, знаете, тут палка как бы о двух концах. Я сегодня прекрасно понимаю, что они хотят сделать для того, чтобы было прямое финансирование наших премарий. Для меня, как премара, безусловно, это плюс. То есть идет напрямую к нам финансирование без исполнительного комитета. Но есть закон о особом правом статусе гагузии. Поэтому мы должны в первую очередь сами уважать данный закон. И безусловно, только исполнение этого закона, только по-другому не должно быть. До вас ко мне на программу приходили примары других населенных пунктов. Они говорили, что пока не получается встречаться с нашей властью, я имею в виду с Башканом, в виду занятость, может быть, у вас. Какие отношения с Башканом? Ну, действительно, у нас, во-первых, можно ответить на то, что ежемесячно у нас проводится заседание примаров. Мы определились в течение года, каждый месяц, где будем встречаться. Поэтому встреча между премарами всегда. У нас есть последняя встреча в Лугу, конечно. В мае месяце это будет у нас нашим населенным пунктом, в Шелме. Мы где собираемся, обсуждаем проблемы, высказываем все мнения. Потому что, если же, как я раньше ответил, безработает 13 лет, но есть многие вещи, которые могут тебе подсказать другие коллеги, где можем мы подсказать. И на этих встречах, первых еще встречах, мы высказывали с ними о том, что раз в месяц собирались, можно сказать, час примара, день примара, как бы это назвали, для того, чтобы есть вопросы, которые мы должны обсуждать на уровне оригинальных властей. Да, к сожалению, у нас последняя встреча, это была, по-моему, если я не ошибаюсь, где-то 28 января. После этого общей встречи с примарским корпусом не было. И на последнем заседании, где было, конечно, мы тоже это отметили, о том, что есть необходимая встреча, потому что, я же говорю еще раз, есть вопросы, которые мы должны решать на уровне региона. Я надеюсь, что в мае месяце мы обязательно это встретимся, потому что накопилось много вопросов, много проблем, которые мы должны решать. А на ваш взгляд, почему не происходит этот случай? Ну, я не сторонник того, чтобы здесь искать какие-то политические, ни в коем случае. Ну, это не критик, это совершенно не так. Это, я не знаю, наверное, может, действительно у нас есть какие-то вопросы, занятости, которые не смогли нас собрать. Наверное, это правильный вопрос задать нашим исполнительным комитетом Башкану о том, что почему он не собирается. Мы надеемся, я надеюсь на то, что ближайшие встречи у нас будут буквально, думаю, в этот месяц, чтобы мы все-таки обсудили. Есть вопросы, которые необходимо обсуждать. Валерий Иванович, 13 лет это срок немалый, четвертый мандат уже. Многие депутаты, придя уже на четвертый-пятый срок, работают спустив рукава. Вы, я сейчас понимаю, вы сейчас скажете, это надо спрашивать у жителей, но в любом случае, хочу у вас, какой настрой на ближайшие четыре года, если желание делать для жителей села? Вы знаете, как бы сегодня сказать, в принципе, и на стечах. Мы говорили о том, что принимать решение о том, что идти дальше. У меня было, ну, до конца буквально это было мной принято решение. У нас были в ноябре выборы, я принимал решение где-то в конец августа. Было начало сентября, буквально, даже начало сентября, где я принимал окончательное решение. Вы знаете, как бы мы работали уже три года, сегодня, когда встречаемся с людьми и обещать те вещи, которые мы не сделали, ну, наверное, для меня было бы это немножко, проработать столько лет и сегодня обещать людям, которые есть. Мы видим, оцениваем ситуацию, которая есть полностью в мире. Это, безусловно, сказывается тоже. То есть сегодня, идя, просто идти и сидеть, это сложно, это неправильно, люди ждут результатов. Поэтому мы оценили те возможности, которые мы сможем. Мы и приняли вот это решение о том, что идти. Я надеюсь, что то, что мы обещали, мы это людям сделаем. Обязательно, по крайней мере, над этим 100% будем работать для того, чтобы мы здесь, мы никуда не уезжаем, мы здесь будем. Уже у нас семья моя все здесь, поэтому мы никуда не собираемся, мы будем здесь. И сделаем все возможное, чтобы для жителей села Бешалма сделать более комфортные условия для проживания. А если вернуть время назад, ну, 13 лет назад, 26 лет вам было? 26-летний Валерий Иванович, почему он пошел в Примар? Что стало поводом? Ну, честно скажу, могу открыто сказать, что если бы я знал вот этот весь путь, с честным, я бы, наверное, не пошел. Почему? Ну, знаете, как правильно, чтобы сказать, во-первых, чтобы все понимали, работа нравится, прекрасная работа, каждый день идут с удовольствием на работу. Нет в этом плане, но сложности, это очень много. Сложности людям иногда не получается, людям даже сегодня есть момент, когда не смог даже помочь. Ну, что-то вот не получилось. Вы понимаете, людям для себя, для меня это немножко сложно воспринимать это. То есть мы сегодня, наш населенный пункт небольшой, мы все друг друга знаем. И сложности есть. И это первое. Второе, это, к сожалению, Примарам сегодня, как бы никто не говорил о том, что Примары не политики. Ну, мы хотим, не хотим, нам приходится заниматься в том числе политикой. И, к сожалению, это так и есть. Ну, и сегодня то, что говорят, что они не занимаются, нет. Ну, наша работа есть, в том числе и часть из них есть, это и политика. Поэтому вот эти все сложности, честно скажу, было, да. Тогда были, конечно, другие взгляды, другие амбиции, другие понимания этой работы. Хотя я работал до этого 4 года в Примарии, но придя, оказалось, есть небольшой багаж знаний, который там работал. Но по сегодняшний день мы так все до конца не можем изучить, поэтому каждый день что-то новое. Хорошо, Валерий, вам в завершении программы, ваша камера, обратитесь к вашим жителям. Ну, в первую очередь, обращаясь к нашим жителям, у нас вчера был большой праздник нашего населенного пункта. Так совпало, что в этом году у нас буквально два праздника больших. Это первый, это православный праздник Пасхи, 5 мая, 6 мая у нас храмовый праздник. И плюс еще наш большой национальный праздник Гагузский, это Хидерлес. Вот эти три праздника у нас, очень большие праздники, пользуясь случаем, хочу всех жителей еще раз поздравить с этим праздниками, православным праздниками. Берегите, чтобы вы берегли себя, здоровье, счастье, благополучие. Берегите ваших близких. И все планы и задачи, которые у вас есть, обязательно, чтобы они исполнились. И пользуясь случаем, уже у нас буквально в четверг у нас большой праздник, тоже мы сделаем. 9 мая всех приглашают к памятнику воинам-освободителям. И у нас 12 мая тоже пасхальный концерт, поэтому, пользуясь случаем, всем жителям приглашаем на эти мероприятия, посетить и отдохнуть с нами вместе. Ну что ж, Валерий Иванович, благодарю вас за участие в программе. Спасибо, что откликнулись, не отказали и пришли. Спасибо большое. Хотя, несмотря на то, что вчера у вас был праздник. Да, всегда готово. Голова болит, но пришли. Все, спасибо большое. Вам тоже спасибо, уважаемые телезрители. Вы смотрели программу «Лавзона» на новостном портале «Лавмд». Сегодня у нас в гостях был человек, который уже 13 лет стоит на посту примара, который помогает жителям, который реализует разного рода проекты, инфраструктурные проекты, который не стоит на месте, а амбициозный. Хотя он сказал, что политика, если бы он знал, что все будет так сложно, он бы не пошел. Но настрой есть. Только вперед. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok